так все все здесь есть правильно можем стартовать ребят храни вас господь хорошей игры счастья здоровья была лучшая семьи здоровой вот начинаем ой да ребят сейчас это еще мирного буду сидеть еще час а ты ё-моё у франклина реально очень хорошие аргументы вот он прям он все время придумывает очень хорошие аргументы надо надо ну типа больше думать именно in game про игрока про аргументы какие-то атаки какие-то выстраивать и так далее вот не сайт на самом деле ребят смотрите сайт на самом деле очень классный просто пока что не доделаны до конца есть некоторые баги и проблемы и так далее когда они пофиксятся это будет реально очень крутой сайт я серьезно вам говорю это вот потому что ну здесь уже очень хорошее качество звука веба кто-то надо тут допилится голосование на следующей неделе и ну когда перестанут лагать типа именно connect connect они наладят вообще я думаю будет пушка вот хватит чат читать бафик без режима стримера но так мне зрители не палят роли и все нормально мистер ершав у меня тоже без без ролей типа мы договорились что мы на этих играх которые мы играем компашкой мы типа не не мутим короче чат доброе утро смотрите я достала красную карту вот это для для вас возможно не очень хорошая новость по крайней мере для красных игроков черные то я уверена просто ощущение сходное приблизительно со следующим вот ты приходишь такой новенький в класс и там шесть таких молодых красивых и ты хочешь со всеми дружить со всеми каждому подходишь и давай но я тебе помогу математику я не сделаю сочинение напишу лучше нибудь как бы короче полезное не девочка тебе надо было в д в е туда другую пора я прошу прощения игрок номер один что я так забираю беспощадно вашу речь но мне кажется что франклин подключился на наушниках наушники такие типа ну кому он делим но ты сейчас смеешься вот и теперь игрок не отвечает хотя с францем общался он обычно отвечает спасибо так я завершаю паузу срочно так вот тебя запихивают в д в е а там где в е там черные трое но они тоже с тобой не хотят они тоже хотят и ты в этом ехалишься один и тебя дальше все носил короче я вам такого не желаю не желаю так столяка номер один на голосование вообще речь была хорошая хочется конечно после прошлой игры взять вас на ручки ну простите я на ручке в прошлой игре вас взять не могла мне казалось что ваши речи уже потом и уходящие особенно были достаточно бомбящие для того чтобы я вас восьмой я вижу восьмого нормально все нормально вот давайте покажем поддержку сыграть номер один мне кажется что речь была нормальная адекватная мне кажется что вы обрадовались что красную карту нашли ну есть конечно мысли помимо этого которые могут быть вот но пока играю с игроком номер один вот наконец-то вытащила красную карту потому что я лично черный играть не люблю даже такой великолепной команде в которой я проснулась шикарно я считаю играть мне было конечно приятно но если бы мы все были втроем красные мне было конечно же приятнее надеюсь сейчас мы все втроем красный потому что если кто-то из вас вытащил второй раз черную карту то я конечно вам не завидую франкли дрищу красный бафик тоже радуется вот значит красные нас подражает ребята не вижу меня так ну смотрите мне кажется вторая красная если вторая черная то она как мне показалось именно такую речь могла сказать только если она проснулась такой же черной команде потому что в любом случае на стол сильный мне кажется в любой команде приятно проснуться но говорят что было приятно проснуться в предыдущей игре именно это это сейчас другие игроки мне кажется это как-то их дизморалит она будет дизморалит их таким образом поэтому если только в такой же черной команде проснулась но пока что я так не думаю потом думаю что скорее групп номер два красный нужно переслушать первую потому что я всегда такие речи ну я правда подозреваю людей за такие вещи я подозревала тебя лёша когда ты там делал вид что ты типа в других вкладках сидишь а первую подозреваю именно когда хороший эмоционал долго держится пусть и по вас там уже мы как бы вынесли время куда прошло даже пока мы собирались мне кажется могли быть заряжены с договорки поэтому хочу прислушать один думаю два скорее игрок раз отыграет 23 спасибо и вам игроками 4 ваша минута вот как я если бы я сидел короче на номере девять такую динамику можно было бы то сказать прикольно думаю что красная первая думаю что за сомнения по первому игроку красный игрок номер три скорее потому что мне это понятно но я например для себя сейчас принял решение посчитать первого первого игрока красный что сказала 2 я не сильно помню скажу откровенно она просто говорила бабла что вообще все хорошо все будет вообще все получится я так понял речь и что все получится и все все что будет у будет вот 4 проверены черный да прекращая реально почему 3 красная потому что мне кажется подозрение в игрока номер один мне кажется такие бы у меня могли быть если бы я сидел на номере 3 хотел сказать если я был черный вот но слава богу реально не оговорился все порядке вот игра 13 вторую пак 1 3 играете до 1 красная у вас как бы вам так сказать намекнуть короче я думаю до меня минимум один черный игрок поговорил вот мне кажется что четвертый поговорил максимально плохо я не понял за что первый игрок красный вот играть с третьим игроком без второго мне кажется плохо вот нужно говорить акценты какие-то почему укинули 2 короче я думаю то что я думаю то что третий игрок красный вот а между 124 от одного до двух что нет третий не красный франклин думаешь 3 черная слушай ну ты бандит правильно был бандита в прошлый сейчас поговоришь вот я подумаю бандиты или нет посмотрите 2 заигралась 1 3 горит 2 у нее больше красная получается 1 подозревает за ее речи на сладкую а четвертый игрок играет 1 3 не играет с 2 потому что не слышал что непонятно 4 самое подозрительное если игрок номер 8 подозревает 3 то скорее всего команда 3 4 возможно когда-то может быть двойка 3 4 именно и четвертый заиграют 1 3 но не понимает что 2 надо заиграть то что он сыграл с 1 и 3 назвала 2 красный это странно поэтому 4 пока самый подозрительный 3 меньше потому что 3 хотя бы объяснил почему не сыграется 1 да я думаю флай ты пока не черный вот но ты думаешь 3 красная точно это странно я не уверен на это на самом деле мне пока так показали проверки да я думаю я пока подозреваю больше 4 игрока но если вот там сильно подозревает господин франклин игрока под номером 3 думаю существует двойка 3 4 тогда я могу поиграть потенциально этот круг 125 вот так я подумал играю 125 3 пока не посчитал черный но объясните восьмой игрок спасибо пас такая позиция имеет место быть можно даже позиционно так поиграть потому что 3 игрок сказал что красный игрок номер 2 4 сказал что красный игрок номер один на самом деле аргументы третьего это пустышка то есть то что она говорила неважно она красная черная верила она в это либо нет это не работает с госпожей паникой то есть это могло работать с каким-то другим игроком возможности вместе вы играете но она себе такой изи может позволить она просто даже скорее всего об этом не задумывалась просто заполняла речь тем что и казалось чем речь нужно заполнить я поверил игроку номер один при этом при всем что я считаю речь 4 игрока плохой я считаю его плохой не за то что он назвал красным игрока номер один а просто за построение речи за то что он оговорился не знаю как строить предложение как как закончить свою речь играю с игроком номер один мне нравится игрок номер пять то что он показал что восьмой не красный потому что он показал что четвертый проверенный черный на гость игрока номер пять вот и при При этом при всем мне в паре 2-3, несмотря на то, что 3-я красная игрока номер 2, когда 3-я попросила все проверку, когда начали подозревать игрока номер 2, нравится игрок номер 3. Потом моя команда 1-3-5, не против 6, потому что позиция 1-2-5 имеет место быть. Все, спасибо. Да, выстрелить никого не буду. Мне кажется, что красные игроки приоритетны, красные игроки, игроки 1-5-7. Смотрите, игрок номер 3, я задам вам вопрос сразу. Представьте, что вы проснулись в черный с игроком номер 2. Она сказала вот такую речь. Вы бы расстроились? Что, в натуре вы бы расстроились? Никто бы не расстроился. Поэтому для меня было удивительно, что вы говорите, приводите это как аргумент. Играйте против 1-2, и я вам оценал. Опять же, аргумент должен быть такой. Если эмоционал хорошего игрока номер 1 был только на речи игрока номер 1, и до конца круга она потухла, это тогда она может быть черной. А если у меня просто был хороший эмоционал, что за это всегда играть. Поэтому 3 для меня было подозрительно, но с тем правильно отзвучил мысль, что 3 за то, что начал опустить себя на проверку. Она может быть красным игроком. Но смотрите, в предыдущей игре также Флай просил себя на проверку, когда был красный. Возможно, она это запомнила и просит себя из-за этого, чтобы посчитали ее красным. Я прошу красных игроков просто так не просить себя на проверку. Вы обрезаете для Дона поиски шерифа. Поэтому это очень глупо. Вот. 1, 5, 7 для меня красный. Смотрите, игрок номер 8, я просто вам объясню, игроку номер 7, про то, какие правила работают за столом для игрока номер 5. Он просит на себя красную проверку всегда, потому что он хочет себе руль, на котором он повезет весь красный стол и будет на нем ехать. Это вообще никак не говорит о его цвете. Он просит на себя красную проверку в 9 из 10 игр. Поэтому для меня в 4, 5 просто был игрок подозрительный. Мне вообще показалось, что 3, 4, 5, там может сидеть двойка. Но потом все накрасняли 3. Я думаю, что... Ну, у меня пока 1, 3. Думаешь, я черный, да? Думаешь, я черный? Ну, погнали тогда. Давай. Давай встанем сейчас. Давай тогда. 4, 9 встают. Прямо сейчас. Выставляю 4, выставляю 9. Вот. Вот. Ну, можем, если хочешь. Я вообще без проблем. Давай, давай, давай. Ну, сейчас 10 меня выставит. Вот. Думаю, что в 7, 8 могут быть 2 красных. Думаю, что у меня пока что 6 покраснее, чем 5. Думаю, что 1, 2 вместе красными могут быть. Пока я играю 1, 3. 7, 8. Вот так, наверное. Спасибо, пас. Олси, нельзя сказать, если 4 черные, что 5 чернее, чем 6. Я бы хотел, чтобы 8 поговорил. Потому что у него получается тройка черных. Кто? 1, 4? Ладно, с 2 по 6 голосуют. Значит, я подумал, что красная 2, мне не показалось, что третья черная. Вот. И пятый. Я подумал, что вот на этой стороне, на той стороне много красных игроков. Поэтому... И мне нравится всегда, как говорит игрок под номером 1. Вот. Поэтому я бы поиграл 1, 2, 3, 5. А с этой стороны я бы именно вот хотел послушать восьмого игрока. Потому что его мысли мне не показались, ну, как сказать, совсем плохими. Но здесь же играют против него. А он играет там, допустим, против 2, против 3. Против которых я его не хотел играть. Вот. Короче, 1, 4. Смотрите, пока ничего не понятно. Вот откровенно скажу. Я бы обязательно проверяла в замес. Не проверяла бы в сторону. Проверяла бы либо 3, либо 8. Надо проверить в этот замес. И дальше, найдя там черный цвет, там будет два вскрытия. Мы определимся. Все будет нормально. Мне в какой-то момент показалось, что много красных в игроках 7, 8, 9, 10. Так не получается. Пятый показывает, что шестой красный. Не может быть тройка черных 2, 3, 4. Мне кажется, плохо. Но проверить надо в замес. Между игроками 3, 8. Обязательно. Спасибо. Так, смотрите. Нулевую речь. Первое, что я хотел, чтобы я пришел ее красный. Я посчитал. Пока, как поговорило, мне понравилось. Посвящу речь девятому игроку. Я думаю, что черный 9. Смотрите. И 4, и 5. Вы думаете, 9 черный. Просто черный. И 4, и 5 сказали 3 красный. И 5 потом передумал. Я в конце круга показал на прыгку 3. Как он мог сказать 3, 4, 5? 4, 5 же не 2 черных, правильно? Значит, я думаю, что черный 9. И с кем-то между 3 и 5. Потому что сыграть против 3 красных он бы не осмелился. Думаю, что... Могу Могу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не поиграл Ну то есть, непонятно 8 согласен с 4, что я черный Один сказал, что я покраснее буду Но в 4-8 двух черных вряд ли есть, нет? Мне кажется, двух черных там... Не поиграет, Адлер Мне кажется, хорошо поговорил 4 на перестрелке Вот прям была хорошая для меня, понравилась речь Поэтому надо оставить вот так Надо обязательно оставить вот так, господин Лоску Потому что не получается иначе Вы показываете 8-й красный Не будут, мне кажется, в этой игре 7-8 Да, красными, да 9-й черный И надо еще что-то Это, наверное, вот так надо еще сделать Не знаю, что я прям не захотела третью-то оставлять Короче, нет какой-то прям уверенности 7-й не слышит меня Что-что, не слышит меня 7-й Мне кажется, красный 4, поэтому черный 9 Все, это на основании этого я как бы вышериф 9-й проверенный черный Ну, обычно Тоже халю Страха номер 9 на голосовании Объясню, почему... Так, смотрите Я не уверена, что черный игрок номер 3 Мне казалось, что она скорее игрок красный Ну, это именно мои мысли были Вы же сами в конце начали Он сказал, что 9-й проверенный черный И выставила 9 Все Почему я еще подозревала седьмого игрока? Потому что на тот момент Играли с игроком номер 1 С игроком номер 3 Четвертый выкинул меня Ну, допустим, он проиграл прошлую игру мне И не захотел меня брать Я так это поняла, а не так, что он меня подозревает Если по-другому, просто объясняю Потом третья начала показывать свою проверку За это ее начали краснять Он показал на нее проверку Мне казалось, что третья не черная До того, как говорил четвертый игрок И сейчас еще хочу послушать Но именно очень черная ее не считала И при этом игрок номер 7 говорит Позиция 1-2-5 имеет место быть И между 2-3 Я сказала, что третья у меня подозревательная? Нет, третья сыграла со мной Мое мнение, что шестой более красный, чем 5 Потому что пятый читает цвет игрока номер 6 И шестой просто так заигрывать игрока номер 5 не будет Поэтому шестой более красный, чем игрок номер 5 Вот Так, ну смотрите, игрок номер 4 Есть версия, что вы ошиблись И 9 – это красный игрок И вы красный игрок И я красный игрок Есть такая версия, игрок номер 4 Мне кажется, вы поговорили на автокатастрофе хорошо Смотрите, этот аргумент, который сказали Он работает в две стороны Помните, я на шерифе сказала Встаем Я на шерифе сказала Что я не голосовала в один Но я голосовала Красные игроки тоже могут ошибиться Что-то там Ну, нелогичное что-то сказать За что это можно считать черным Но мне кажется, 9 – красный Вы красный 4 – вскрылся под вас 9 – черный Я не шериф Сразу говорю То есть игроку номер 7 Нужно еще найти шерифа Вот Выставляю игрока номер 7 Как его выставить? Шериф лучше не по лицу, мне кажется Чтобы игрок номер 9 ушел Дал отстрел в 7 7 – сам себя убил И потом вскрылся шериф Вот Пока что Мне на этот круг речь 2 понравилась Только тем, что красный 6 Я думаю, красный 6 Я подозревала на речи 8 Откровенно говоря То есть я думаю, что 6 – 9 Так, еще вот этого парня выставляю У него 4 самый черный был 6 – больше красный Если вдруг как-то станет сложно Куда-то голосовать Я точно запихну в 5 Прям руку Глубоко Так Думаю, красный 8 Пока буду думать Кстати, не понял 10 Не пришел красным 10 Я знаю, что 8 сказал 5 – красный И так далее 5 – 8 – 9 Не-не Здесь пока какие-то команды Не идет речь Вот Думаю, красный 8 Думаю, красный 6 Ну, все Сейчас как бы 9 9 проверен черный У 7 Голосуем 9 Понятное дело, что здесь Никто не вскрывается Не может никому вскрываться И прикрывать тоже Сознанное тут не получается Вот Поэтому, как правило Кто тащит массу Тут владеет инфой Инфи у меня нету Вот Спасибо Госпожа Паника Аргумент Шестой краснее пятого Потому что я читаю его цвет А почему тогда он краснее Я не понял Смотрите, я первый показал Шестой красный игрок Показал третий красный игрок Почему вообще между 5 Между 5 и 6 Говорят, есть черный Я вам показываю 5 и 6 Вместе красные игроки Все Я голосую во второго игрока Я не понял этот аргумент Он был надуманный И непонятный Все Лосква защитил меня Все В меня руки не собираются Я убежден, что шестой игрок красный Я думаю, третий игрок красный Кто шериф? Откуда я знаю? Ну, седьмой скрылся Да, я понимаю Седьмой черный Да я не знаю В смысле, я видел одно вскрытие В чем проблема? Нина Успокойся У тебя есть черная проверка Я голосую в 2 Все, спасибо Короче, я не понял этого выкрика Я вас не слышал, к сожалению Госпожа Паника Вот, я не считал Не считаю вас черной Я думаю, что на 3 чернее Сейчас я могу ошибаться Если будет какая-то другая информация Но Я подозреваю 9 больше остальных Потому что сыграть 1, 3, 7, 8 Команде Восьмой игрок сказал на 0 Что красные игроки Это игроки номер 1, 5, 7 Уверенно Объяснял, почему я игрок красный Сейчас спрашивал у игрока номер 3 Какая у него проверка То есть игрок номер 8 Точно не может скрываться В этой игре Выставляю 8 У меня 8 проверенный черный А не 9 Я батил 9 на вскрытие Из-за этого Мне кажется, что игрок номер 3 Который искал другого шерифа И не вскрылся против меня Когда я вскрылся с 9 проверенным черным Он игрок красный Поэтому мне кажется, что красный 3 Только пятый Сейчас атакуют игрока номер 2 Объясняют по игроку Мне кажется, что красный 5 Из-за этого красный 6 На команду 3, 5, 6, 7 8 проверенный черный Из-за этого не красный игрок номер 4 Который говорит, что черный Восьмой красный игрок Опираясь на мнение третьего игрока Что красный 10 Могу взять в команду игрока номер 10 И проверить игрока номер 2 Если 2 проверится игроком черным Вы просто потом снимите игрока номер 4 Если 2 проверится красным Вы снимите игроков 4 и 9 по очереди и последнего черного скажет то все 8 проверены черный ходит 8 дальнейший расход игры я вам расскажу 8 не вскрылся против меня найдено найдено лучше убить игрока номер 7 да я черная боюсь я уже не могу скрыться стреляется всем нужно подумать нужно подумать нужно подумать тем уже выстрелили хорошо да женя конечно 5 подставок как и на магистрате проверил сейчас проверил не стыдно другом надеюсь стыдно хорошо я сдаюсь и черный стреляется игрок номер 7 дальше дальше будет понятно так смотрите господин лоско я сдаваться не собирался потому что я думал даже что если вы черные дали мне такую проверку то ничего страшного шериф посидит там много красных игроков вроде друг друга находили мне показалось что вы прям но сильно очерняетесь когда вы говорите что 3 у вас красная когда вроде как 3 против вас скрывается мне просто 8 показалось подраздели по нулю когда 4 атакует 9 и 8 такой да 9 черный типа все пакуем как бы уходит 9 как бы мне не показалось что с позиции игрока номер 8 там прям вот настолько жестко есть я думаю что 2 10 там есть оставшиеся ну как бы там там двое там двойка или один маф точно есть один маф там точно есть я думаю в 210 вот там посмотрим просто 5 6 нашлись вроде как я 4 но сильно подозревал по нулю просто 4 я почему подозревал почему казалось что 4 5 может быть маф потому что они оба заиграли с 3 потом оба попросили на проверку а мне 4 не понравилось по нулю вот а потом я все проверку 8 все забыли да ну просто не получается иначе как бы все остальные красные просто находились и 7 настоящий шериф как бы ну не знаю спасибо пас ну смотрите у вас не может между 2 10 быть двойки черных я еще на нуле я не знаю значит с той стороны сказал один маф с этой стороны два мафа восьмому предъявил за то что он не очень правильно он мне понравились как он говорил аргумент если я точно красный это проверь если считаю я думаю что четвертый который назвал восьмого красным он не такой уж и красный хотя адлер его называет красным игроком 5 6 я играю соответственно ну да я бы проверил третьего игрока десятого не надо проверять абсолютно лучше проверь четвертого игрока 4 10 балансно понимаете сейчас будут уходить по очереди если что я красный уходит тем вам не поверили игрок номер восемь до стреляет игрок номер семь потом если у него будет красная проверка понятно стреляется красный прежка если черная черная останется один если вдруг у 7 не было черной проверки 8 вообще это не представляю то он должен быть уверен на тысячу процентов что я черный мне казалось что я не так плохо говорил вот если у тем вдруг не я проверенный черный первую ночь то стреляется его крат первая красная проверка потом вторая понятно госпожа протежа вы в амстердаме завидуем да мы передаем госпожа космос вам привет и вами никите потому что вы там не собираетесь люди на маффе пускай приходит играть на плеймассе стреляется тем дальше вроде понятно должно быть все черным удачи и победы конечно же пока пока да он признался давно но там просто жесткого там лоску очень жестко сыграл он скрылся с проверкой 9 черный вот и вообще мог ли франклим скрываться в контур вскрытие типа что ты на уровне 9 красный топить меня с собой непонятно непонятно короче сказать госпожа космос вот смотри не на зачем ты это сделал до твоего крика я думал я думал что ты красный но не был уверен ты сказала если не уверен то проверь я проверил но и какой смысл в этом был ты думаешь 4 красный да я тоже так думаю потому что у меня 10 проверенный черный они ты красная мне кажется что ты красная из-за реакции мне кажется красный 4 потому что попросил проверку в игрока номер 10 ты думаешь 5 6 1 мафф мне кажется 251 мафф да мне тоже так кажется пускай будет вот так 8 проверенный черный 10 проверенный черный 3 4 мне кажутся красными пускай 5 разбирается в шестом если она не отпустит а красный 6 искать между игроками 2 5 и 9 последнего черного все победы городу спасибо почему 5 больше нет такие ладно окей хорошо так надо здесь выставить 10 так игрок номер четыре вы меня подозреваете вы не поняли как я поняла что девятый красный я думала что игроки си 8 вместе черные а вы вместе красный 7 вскрылся под вашу жестикуляцию поняли я думала что все вскрывается и что вы голосовали 9 чтобы собрали руки в день если я черная но я просто это делать не буду я просто построить дурочку скажу игрок на бредеве давайте вас поканем все вы черные все и 9 за столом не будет не самые сильные такие речи я не думаю что там так окраснится что вы потом меня снимите я думаю красный 6 мне кажется от 5 очень много цветов ну типа короче не замечу мне показалось ночью если бы я была правильно красный откровенно говоря я думала что черный 510 я думала 2 больше красная которая стала красный 6 на предыдущий круг вот 10 больше черный за последнюю речь потому что ну так а зачем тебе сейчас уходить fly смотри если ты игрок черный ну понятно вопросов нету к тебе если ты красный то уходит 10 ты сможешь еще по одной речке послушать сбалансировать хочет же мы же тебя не наказываем мы говорим свои подозрения говорим кто как думает и смотришь среди тех кто не проверены это далее кто там допустим для тебя не красный как он это делает анализируешь нужны на слабой игра мне не тяжело тебя забрать если ты очень хочешь тебя надо выйти то далее так игрок номер три значит мне кажется показался что 5 скорее красный потому что он показал что 6 красный причем это не было прям 6 красный как бы на покупку 6 красный 6 красный показал больше красный но допускаю что может ошибаться тогда когда в итоге он себе сужает возможность куда-то сыграть на самом деле ну ты мне подозрительная как бы но 8 против тебя сыграл мне ну потому что на крышке объяснила все я тебя я ставлю оставляйте поэтому подозревать больше 2 голосу 10 подозревать 2 ну так еще 5 черный шо какие аргументы просто что я черного сделал скажите мне пожалуйста вот я на ноль сказал три игры я думаю третий игрок красный 8 говорит третий не красная горит они все равно 3 красная показываю наличие 6 показываю 6 красный против 6 никто не сыграл таки первый кто сказал 6 красный вы говорите то что я чернее 6 6 больше красный 56 я вообще не поняла как этих аргументов я я просто ну серьезно вот игрок когда у вас будет речь вы скажете почему именно я черный я хочу услышать я говорю я не против уйти после десятого игрока уйдет 10 если будет огонь что и черный я спокойно покинул 3 4 игрока красного стали его почитал 0 точно матком все я ошибся в четвертом игроке могу из-за этого уйти я не против просто скажите почему я мав спасибо так в этом-то и проблема флая тоже 4 посчитал мафом на ноль причем у меня практически это точно было да в голове значит смотри я вспоминаю 0 2 заигрывает 1 горит вы красная скорее всего здесь 3 отказывается от 1 играет с 2 говорит 2 красная 4 играет 13 говорит я 2 не слушал ведь я 2 вообще не слушал ничего не понял играет 13 какой должен быть четвертый игрок я не понимаю я думаю что черный должен он был быть сейчас его оставляют завещание красным он просил на проверку десятого игрока у меня мафа не получается если 9 красный если не команда 8 9 10 во что я верю очень типа с трудом что 9 так поговорил что ну это очень странно если команда 8 9 10 7 все время байтил 9 9 говорит я не шериф он бы сказал скорее что шерифом при этом бублик я думаю ну либо кто-то бы из его команды потянул бублик чтобы играть контрверсию пытаться а там седьмой так разыграл что на 9 может быть красным здесь даже больше и у меня тогда мафа не получается 2 я посчитал красный на 0 и сейчас считал два краснее чем 3 у меня так голове было у меня мафа не получается просто смотрите игрок номер 6 я думаю какая ситуация внутри да она скорее красная потому что она сделала на прошлый круг я думаю что 3 красная 4 у меня был подозрительный ну вместе с 8 я думал что 4 8 один маф ну как бы бетонно сидит что но я красный они вдвоем показывают что я черный уверенно 10 проверился черным 10 говорил проверить 4 4 говорил проверить 10 это не очень похоже на коммуникацию двух мафов я думаю 4 отсюда становится красным я думаю что вас накрасняли все у нас 3 4 6 9 красные игроки 2 говорит что 5 черный 5 говоришь что 2 черный у нас кроме десятки остался один маф где он сидит у нас сейчас 7 игроков мы уводим сейчас 10 потом мы по очереди вводим 5 2 игрок 5 говорит что 2 черные 2 говорит, что 5 черные, под их ответственность мы их по очереди уводим. Ну, ты не говорил, что 2 черные. А ты, подожди, ты выставлял ее на прошлом круге, ты на прошлом круге ее выставлял, ты ее подозревал, когда был 9 выставленный черный, ты не хотел слушать еще проверки. Не знаю, мне кажется, ты все-таки подозревал 2, но мне кажется, ты говорил, что 2 подозрительные. Ладно, тогда я не очень понимаю, куда флай атаковать будет сейчас. Так, ну я надеюсь, господин Франклин слушает. Смотрите, господин Франклин, я не вскрываюсь сразу, значок не вскидываю, я обязательно бы вскрылся на своей речи, я уже подготовил вскрытие, поэтому, мне кажется, вы зря рано сдались так. Вот это первый момент. Второй момент, значит, все плохо, замазанных нет у абсолютных игроков, единственный шанс это не вмешиваться в баланс, не баланс, ну, короче, не вмешиваться, пусть игра идет, как идет, может быть, что-то и получится. Я своему черному говорю. Десятка очень странная речи, вторую игру дает. Спасибо. Во-первых, в ноль я просила проверку игрока номер 8, это было, вы это не могли видеть, не видеть. Во-вторых, у меня объяснение было какое, кто-то из вас в ноль сказал, что шестой более красный, чем пять. Лоску сказал, пятый не может сказать, что шестой более красный, чем пять. Лоску сказал, я не понимаю, почему шестой более красный, чем пять. Я объяснила, я не говорила, что пятый черный, что шестой более красный, чем пять, потому что пятый считает цвет шестого игрока, и шестой просто так, и раз пять не будет. В моей речи, то, что в пять-шесть есть маф, не было. Каким образом пятый услышал, что в пять-шесть есть маф, и это его настолько перебило, что он не выставлял черную проверку девять, не выставлял семь, о, выставил меня за то, что я сказал, что 5-6 есть мап, я этого не говорила. Ну, понимаете, черные слышат речи жестче. Если ты просто с человеком не играешь, если кто-то черный, ему кажется, что его подозревают. Тот же самый аргумент, который был с Пафиком, когда он был черный на 8, когда меня сняли. Поэтому я думаю, что пятый игрок скорее черный. Красный... Ребят, мне уже на Гитлера бежать надо. Я своему черному советую все-таки не вмешиваться в противовесы, которые за столом есть. Мне кажется, здесь полтора противовеса. И если пойдет все удачно, то будет все хорошо. Три-полтора противовеса. Значит, то мы можем выиграть. Хотя шансов мало. Значит, я советую не стрелять игрока под номером 4. Кстати, 22. Вчера услышал новую интерпретацию твоего ника, 22-й. Это было очень весело. Чувак из Сибири совсем не отдумляет. 22-й, 22-й. Его всем столом просили назвать правильно. Но если 3-4-6 маф, то 5-2 рубятся зря. Спасибо. Пас. Все, вроде уже отправился. Ну ладно. Не знаю, короче... Сейчас если 3 стрельнется, но я буду типа жестко 5-2 по очереди выголосовывать. Ну если мафия там сидит 3-4 замазанная, ну, жесть. Если 6, 6 вообще не можно. 6 все накрасняли. 3 по нулю все накрасняли. Не знаю, 3 так сыграло. Ну 30, ну все. Ну типа, что, четверка что ли, маф? Смотрите, может быть, меня обманул игрок номер 2, но я могу объяснить, почему я думаю 4 красные. Помните, 10 говорил свою речь, и 4 сначала показывала проверку на меня, потом начал показывать проверку на 10. И 10, ну, речь у него сбилась, и он сказал, так, стоп, типа, нет, не надо меня проверять, типа, что вы мне показываете? Проверьте, 3. Мне кажется, если 4 черный с 10, я еще там на нулевой группе показала, что 10 красный, 4 будет просто в меня долбить проверку. Я его и 10 могу кричануть, он еще не знал моего мнения по 10. Поэтому я думаю, что красный 4, красный 9, красный 6, черный в 2, 5. Мне кажется, вторая красный. Но может быть, она меня обманула, мне кажется, она очень хорошо говорит. То есть мне кажется, что второй граф говорил 5, и черный 5. Если я ошиблась, простите, то есть мне кажется, 5, 8, 10. У вас есть свое мнение, как бы консолидированное большинство красных должно решить. Все, спасибо. Удачи, победа красных. А сделать предположение, блин. Все. Да, это очки, это баллы. Почему 5 черный? С моей позиции, я думаю, что тебе понятно. Вместе нет. Ну как, ты сказал, что 8 точно черный? Вот. Красный 6, по игре кажется скорее красный 9, и 2 за подозрение по 8. Мне не понравилось после моей речи, где я объяснил, что тебе не нужно, если ты игрок красный, тратить время на то, что ты уйдешь, потому что никто не будет на тот круг тебя голосовать. Потому что даже если ты черный, нужно помариновать, послушать тебя и послушать других. Ну думай, смотри, если ты красный, думай, кто черный. В шестом ты не сомневаешься, хорошо. Если ты красный уйдешь, я красный, я сыграл против 10, но я сказал, что 8 красный, до того как он скрылся. Это было мое мнение, я не стал его там сильно рассусоливать. Тогда 9 сыграл здесь, ты уйдешь красный, я сыграл против 3 красных. Может ли он быть черным? Не знаю. Я хотел уйти тогда, чтобы потом, куда будут играть игроки? Смотри, я ушел бы тогда, сейчас бы ушел 10, правильно? Куда бы играли черным? Кто маф? Смотри, ты красный, правильно? Шестого я не отравлю. Уже каждые грани, ну как бы... Ну блин, не повезло. Смотри, шестой красный, ты красный, правильно? Я красный. Маф между 2-9, с моей позиции. Кто? Да я понятия не имею. Смотри, может быть и 8-9 мафы. Я не знаю. Я объяснял, то, что 10-й игрок в девятке сказал между 5-6 черный, а потом при семерых он сыграл 5-6. Ну, нет команды 5-8-10, вам это нужно понять, что нет команды 5-8. Я в 0 говорю, третье красное. Восьмой говорит, не играй с 3. На речи 6, я показываю 3 красное, 6 красное. Да не буду я так играть черным, не буду. Если мне восьмой черный, уже говорит, не надо играть 5-3. Я что-то придумал. Смотрите, 2 просил на проверку 8 в 0. Четвертый игрок. Я подумал, что четвертый черный, честно говоря, когда он попросил 10 проверку, он стреляется седьмой. Я подумал, четвертый черный. смотри, Алексей, почему я передумал? Потому что ты сказал, когда вскрылись седьмой игрок в свой проект 9 черный, ты тогда говорил, что 9 черный, проверить 9 надо обязательно. Я думаю, ты, если бы черный, ты знал, что 9 черным быть не может, ты бы не играл так в стол, типа ты бы, что 9 черным быть не может. То есть, если ты в данной ситуации черный игрок, седьмой игрок, шериф, проверяет 9 черным, ты черный, ты знаешь, что 9 красный потенциально, потому что по-другому не получается, если ты черный. И ты не будешь говорить, что играешь с восьмым, считаешь 8 красным, и 9 точно черный, потому что ты понимаешь, что проверки 9 черный быть не может. Ты бы так не сыграл. Поэтому я думаю, четвертый все же красный, я вот эту ситуацию отпущу. Вот. У меня голосование скорее сейчас в 5, чем в 2, но потом в 2, наверное. Ну я не знаю, Андрей, ну я не знаю. Ну не знаю. Но я абсолютно согласен насчет позиции по 4. Мне показалось, что в 4-8 один из двух... Ну просто пойми, нет команды 5-8, 5-10. Хорошо, а есть команда 8-9-10, ты считаешь, да? Где на проверке 9 черный, которую я знаю, что не может существовать. Я говорю, что я не ком, говорю, что 7 не ком, там типа, ну, короче, не знаю флай. Мне кажется, что, ну, игрок номер 2, кого вы подозреваете за столом сейчас? 5. Вы думаете, что 9 может быть черный? Думаете, да? Андрей, угадай-ка, 2-5 плохо чем, ну, хуже. Ты оставишь завещание свое. Да нет, давайте сейчас уберем 5. А давайте. Я согласен. А давайте уберем 5 сейчас, да. 5 скажет, кого он считает черным. Кого вы считаете игроком? Вот мы сейчас вас уберем, игрок номер 5. Кто черный? Я или 2 у вас? А, то есть вы не определились за 4 круга, у вас нет цветов, но я думаю, вы черный. У вас, когда очень долго нет цветов, игрок номер 5, вы там, ну, обычно тройку черных уже поедините. Ну, игра у вас закончится, у вас сейчас игра закончится после 5. Ну, я тоже надеюсь, что игра закончится, потому что мне кажется, что вы просто мах, невозможно называть... Смотрите, ладно, я понимаю людей, которые говорят, что я черная, за что-то, но ваш аргумент, он не то, что притянут за уши, он притянут за уши многих людей, почему закрыть? Нет. Представляю 5. Я надеюсь, мой аргумент понятен, почему я подозреваю 5. Подозрения в него от меня не было, я не говорила, что он черный игрок. Можете, пожалуйста, не мешать, я на вас смотрю, как бы, снять 5, кого потом? Мне кажется, что вы просто черный и все. Потому что я думаю, что красный игрок номер 6, мне кажется, что красный игрок номер 4. Но 4 это больше на доверие, потому что 4 показывал, что 8 игрок красный, но я подумала в ночь, что он заиграл у меня что-то по красному, потому что он проиграл прошлую игру мне, оставил меня шерифом, когда я была не шерифом, что он из-за этого со мной не сыграл. Мне так казалось, пусть его стали красным. Поэтому я думаю, пятый черный потому что девятый сидел не вскрывался все на этом я думаю игра закончится пас так так ну поздравляю вас черная команда 5 8 10 вы правильно определились все правильно я на ноль сыграл с третьим игроком красный на речи 6 показал шестой красный седьмой шериф сказал я точно красный он сказал неважно каким цветом проверить сорок номер 2 идут 4 9 по очереди правильно 8 мне на ноль говорит не играть 3 я говорю да нет три красные шесть красный проверять 3 не надо но я черный 5 8 10 где 10 игрок 9 говорит 5 6 6 больше красный мах между 4 5 но я черный в команде 5 8 10 все правильно я вас поздравляю угадай-ка 29 смотрим куда будем играть правильно но сейчас посмотрим кто же мах если вы не понимаете что пятый игрок здесь не может быть черным с десятым и восьмым игроком то мне жаль искренне жаль все я думаю черный игрок номер 9 после этого круга пас четыре мах что ли смотрите смотрите я объяснил так 8 10 ты думаешь 4 черный 4 просят на проверку 10 по четвертому этот аргумент я думаю тоже 4 черный когда он присылся на проверку но у него я же говорю если скрывается 9 черный скрывается 9 черный и он маф он знает что проверки 9 черный быть не может и он говорит я думаю 8 красный на тот круг он сказал думаю 8 красный потом просил проверку действия несколько красных ходов десятый не супер окрашняя счет потому что стреляется шериф и он может на этом окрасниться и ехать но именно первый круг у меня идет с головы смотрите 2 просил на проверку 8 девятый игрок сыграл на ноль с игроками 1 3 7 8 1 3 7 8 сказал 6 больше красный чем 5 когда 6 назвал 3 больше черный это была ошибка девятого игрока когда его дали черным мне кажется что его реакция была очень грустно я не посчитал его красным игроком решайте думайте я думаю да нет у меня была просто реакция что меня попробовали схавать но я не знаю просто смотрите у меня была какая реакция я думал что 5 черный мне показалось что 2 думала что 5 черные убежденные и мне не мне не казалось что 2 сидит смысле о том что сейчас она будет разворачиваться в меня но я не знаю просто есть такая есть такой play я его вижу где 4 просят на проверку 10 10 просят на проверку 4 2 из них после отстрела шерифа остается очень красным за столом правильно но у нас как бы 4 очень красным ну как бы у меня по нулю не получался вообще я предлагал 4 9 встать я предлагал 4 9 встать на нуле вот четвертый сказал что ну давайте встанем потом нам 8 сказал нет вставать не надо кстати 8 сказал что нет вставать не надо попросил игроков на себя проверки не просить мне кстати показалось что это вообще восьмерку делает уверенно красный по нулю но это так не оказалось не знаю мне не показалось что моя реакция была прям черный на проверку 9 черный. Мне показалось, что она была вполне красной. Короче, я сейчас руку в 4 поставлю, выставляю 4. Думаю, что он может быть маф. Он слишком долго едет, короче. Думаю, так. Выставляю 9. У меня есть аргумент, помимо того, что 4-го стали красным игроком, я думаю, если 4-й черный, он снимет, когда 5-й еще за столом был, меня, а я стану в противовес с 5, а не с 9. Он просто выиграет один в один, потому что 4 я в противовес не стану, он снимет меня. Он снял игрока номер 5, поэтому мне кажется, что 9-й более черный, чем 4-й. 4-й рюшиками не занимается. Вот. Плюс Франклин, ну, короче, если 4-й черный, это именно сложно. Это на то, что он сейчас не умирает, 6-й бы не проголосовал в 4-й игрока, 6-й бы проголосовал в игрока номер 9, поэтому 6-й как бы умирать не будет. Вот. И еще мне кажется, что Франклин, когда подсдался, может быть, он хотел, чтобы никто не вскрывался. Короче, у меня аргумент один, единственный. 4-й, черный, мне кажется, снимет 2, а я схожу снять 5. Это 1 в 1. Я в 4-го близко не скажу развернуться, поэтому я думаю, что 4-й игрок больше красный. Поэтому мне кажется, что Мах, вы... Вот. Собственно, все. Спасибо. Так. Так что получается? Игрок номер 9. Кто черный у вас? Два голоса у тебя. Смотри. 1, 3, 7, 5. Сказали, что я красный. Это 4 человека, правильно сказали? Но у меня уже нет вариантов тебя голосовать, получается. Получается, да. Вот. Вообще, угадайки моя любимая штука. Всегда зовите. С удовольствием поиграю. Но если я проголосую правильно, 2 и 9. Я многим проиграл в угадайках. Ну что? Let's the battle begin! Сado. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. Мне казалось, что можно развернуться в 4, но там как бы полная ерунда. Поздравляю тебя, Леша, с выигранной угадайкой. И убеждена, что если бы не я сидела, ты бы ее не выиграл, потому что я сижу. Вот, да-да-да, поговорила как, как поговорила, что 4-й черный. Мне кажется, аргумент понятный, что ты черный, снимешь меня, а я стану противовес 5. Это нормальный аргумент. Надо было тебя загасить, чтобы люди контент вообще на речи получали хороший. Спасибо. Божечки, божечки, Леша, я вас поздравляю. Ребят, всем большое спасибо за игры, я побегу, если надо идти. Спасибо большое за игру. Спасибо. Тоже нужно идти, я буду готовить. Ребят, ребят, что творит этот парень? Две тройки, что творит? Слушай, речь 2, думаю, ну все, черное 2, думаю, сейчас Леша проголосует в 9. Леша выставляет 2, и у меня внутри прям все так хорошо стало. Нина, Нина, ты можешь? Нина, объясни. Так, что? Спасибо. Да, выиграли, ребята, эту игру. Игру.